Конфеты, печенье, колбаса, чай – стандартный набор гостинцев для отбывающих уголовное наказание. Передачки с гастрономическими изысками любовно собирают родственники и близкие осужденных. Но бывают случаи, когда в зону пытаются пронести запрещенные предметы, и безобидный гостиниц превращается в тюремную контрабанду. Бывало у нас несколько случаев, это было несколько лет назад, пытались доставить запрещенные предметы с помощью арбалета. Данные граждане тоже были задержаны, и в отношении них были возбуждены уголовные дела, так как в стрелах на арбалете были прикреплены наркотические вещества. Только в этом году сотрудники службы исполнения наказания обнаруживали в передачках алкогольные напитки, наркотики, наличность. Ее в колонии тоже иметь не положено. Под запретом телефоны, сим-карты, карты игральные, дрожжи, духи и одеколоны. Кряники. Каждую посылку с волей сотрудники тщательно обыскивают. Обязательно процесс записывают на видеорегистратор. Нужно все содержимое вынуть из упаковок, тщательно осмотреть, все конфеты развернуть, консервы открыть, хлеб разрезать. При наличии информации, что возможна передача запрещенных предметов, также овощи разрезаются аккуратно, фрукты разрезаются аккуратно. Если находятся консервы в банках упакованные, их скрывают, пересыпают. Жидкие продукты пересыпаются, переливаются сыпучие, пересыпаются все. Все аккуратно делается. Переливают в пакетики даже бытовую химию. Обитательницам седьмой женской колонии можно передавать неограниченное количество посылок. Разрешенный вес до 20 килограммов. На осмотр каждой передачи уходит примерно полчаса. Например, хлеб. Для хлеба свой нож. Также для каждого находится своя доска, на которой мы это режем. Вот вареная рыба. Вареная рыба и специальный нож для рыбы. Для хлеба также своя доска и нож. Ну и для всего остального также овощи, фрукты, если нужно это разрезать. Эти предосторожности вовсе не перестраховка. На памяти сотрудников службы были случаи, когда в зону передавали золотые украшения в хлебе, полющие предметы в сладостях. У нас прятали наркотики в конфетах, в сухофруктах, дрожжи подмешивали в каше. Бывало даже в детское питание есть, детский завтрак сухой. Вот в него тоже подмешивали наркотические средства. В чай, с чаем мешают дрожжи. Бывают такие случаи. Один раз был у нас случай, что в презервативе пытались передать спиртсодержащую жидкость. В следственном изоляторе с особой тщательностью досматривают даже посылки, на которые не поступала оперативная информация. В среднем количество передач, передаваемых подозреваемым обвиняемым и осужденным в день, составляет 25-30 штук. Подозреваемым обвиняемым по действующему законодательству положено в месяц не более 30 килограмм. Общий вес посылок и передач неограниченное количество раз. Поскольку подозреваемые и обвиняемые, как правило, к аресту не готовы, в СИЗО они оказываются чуть ли не в домашней одежде. Поэтому родственникам разрешено приносить в передачках одежду и обувь. К досмотру вещей приступает один из опытнейших сотрудников – немецкая овчарка Магнат. Собака четко понимает, когда собака работает и когда собака отдыхает, то есть она может что-то съесть, что-то выпросить, то есть это ему тоже как бы не чуждо. Но на работе он крайне воспитанный. За все эти годы у нас не было ни одной попорченной передачки, вещи. Со следа наркотиков хвостатого не собьет даже запах мяса или колбасы. Магнат свое дело знает, как не прячь, обнаружит. В прошлом году делали проверку мне, собаке, сумку с вещами подозреваемых, обвиняемых в чайный пакетик. Соответственно, этот чайный пакетик в коробке убран. Делали захватку. И все это дело убирали вещи. Собака нашла все это дело. Из-за такой контрабанды владелец передачки может оказаться по другую сторону решетки. За безобидные предметы сердобольным гражданам угрозит штраф. За передачу наркотиков – лишение свободы. Поэтому родственников и друзей, осужденных перед тем, как принять в них посылки с гостинцами, письменно предупреждают об ответственности за передачу запрещенных предметов. Правда, не все серьезно относятся к таким предупреждениям.